Приветствую вас! Давайте разберем ваш вопрос. С депрессией и неврозой при ПМС можно ли победить, не прибегая к лекарствам? Воздаюсь вопрос именно психологам, так как хочу узнать, есть ли способ победить раздражительность неврозы, апатию, тревожности при ПМС. При ПМС не прибегая к медикаментозному лечению. Опыт приема лекарств у меня был, в том числе и одни депрессанты, после отмены которых снова возвращался на круги слоя с большей амплитудой. Мне 30 лет. Проблема в том, что раз в месяц стабильно 7-10 дней меня накрывает этим состоянием. Жуткие тревоги, страхи, слезы, раздражительность может вывести из себя что угодно. Не тот взгляд, не та антонация. Я бросаю все начатое в адекватном состоянии, ибо не нахожу на это все. Могу сидеть весь день на работе, ничего не делаю. Только тревожатся, прокручивают мысли и страхи. Из-за этого испорчены отношения с родными, с молодым человеком. Из-за этого я топчусь на месте в своей собственной жизни. Раз в месяц откатывая назад, просто в карьеру, в развитии своего дела. Как скоротечная зебра эта цикличность, туда-сюда меня швыряют. Я не знал, что делать и кто может мне реально помочь. Я очень устал. Спасибо всем, кто дочитал. Ну, во-первых, первое, с чего хочется начать свой ответ, это то, что при такой картине, да, что у вас резко меняется в состоянии, да, как вы говорите, с адекватного на неадекватное. Ну, это я так, условно, говорю. Очень аккуратно, вообще-то, нужно здесь подходить к вопросу терапии, именно психотерапии. Потому что, если у вас эндогенная история, то есть, связанная с химией тела, психотерапия вам, в общем-то, будет бесполезна. Там еще, ну, психологических-то проблем у вас нет, например. Ну, чисто вот так, если формально мы говорим. Поэтому вам может казаться и, в принципе, вполне обоснованно, что терапия бессмысленна. И, как бы, на мой взгляд, ошибочно идти на психотерапию, ну, желая от чего-то избавиться. А психотерапия, она работает не так. Психотерапия призвана изменить жизнь человека. И напрямую не связана с тем, чтобы избавиться от чего-то. А психотерапия не избавляет от чего-то. А психотерапия, наоборот, добавляет элементов в сознание человека, в его картине, так скажем, в его картине мира. Вот. И, соответственно, это первое. А вот. Второе. Вы пишите, что у вас есть, ну, вот, скажем так, определенный набор, да, скажем так, симптом. То есть это вот, ну, страхи, да, тревоги, неврозы вы описываете, ну, вот, слезы. Обратите внимание на то, что вы, как будто бы, их не раскрываете. Вот. То есть, ну, вот, как-то более, более конкретно. Вот. Хе-хе. Ам. Хотелось бы, наверное, услышать обоум. Вот. А что представляет из себя ваши переживания? Вот. Из-за чего, например, у вас слезы? Из-за чего у вас, как вы говорите, неврозы? Что это такое? Это важно понять. Вам важно понять. Для себя, в первую очередь, не просто какие-то общие фразы, да? А именно конкретно, чтоб. И вот по описанию вы создаете впечатление человека, который себя привык стерживать. То есть, вы почему-то, почему-то создаете такое чув... эээ, такое впечатление, эээ, как будто, эээ, вы, ну, сдержанно, вы себя сдерживаете. И соответственно, если вы склонны к тому, чтобы себя сдерживать в целом, то то, что вы описываете, имеет смысл тогда. Понимаете? То есть у любого феномена есть, что называется, своя основа. И в данном случае, ваша социальность имеет основание также. Это основание включается в том, что возможно, вы через свои особенности изначально просто физиологически разрешают себе что-то, чего никогда не разрешили бы, ну, условно говоря, в любом другом случае, в любой другой ситуации. Вот. Как бы это вот в данном случае грустно бы не звучало. Вот. И тогда мы говорим по определённой неуверенности в себе, тогда мы говорим про определённые страхи, тогда мы говорим про автоматику такого рода, где то, что вы описываете, является следствием, а не причиной. Ну и что меня смущает в вашей истории, я буду с вами чистым, так это, пожалуй, то, что вы хотите, вы говорите, кто реально мне может помочь. Реально вы можете помочь себе сами, только. Особенно если мы говорим о психотерапии. То есть, эм, вы как будто бы здесь перекладываете ответственность. Вот. И опять же, на что я хочу обратить ваше внимание. Как мне кажется, это важно. Вы производите впечатление, эээ, ну, довольно самостоятельного человека. То есть, вы производите впечатление такое вот самодостаточного, независимого, а, ну, в хорошем смысле этого слова, человека. Который вот сам себя может там, грубо говоря, обеспечить, да, которых, которые гипотетически как-то вот привык себя обеспечивать и так далее. Вот. Но здесь мы видим принципиально иную картинку. Здесь мы видим, что вы, эээ, как я уже сказал, перекладываете ответственность на нас, на тех, кто вот вам в этом смысле должен помочь. И у меня вопрос к вам. Как у вас обстоят дела с тем, чтобы доверяться другим людям? Ну, вот просто. доверяться, то есть, ээ, отдаться кому-то, да, довериться кому-то и так далее. Не сложно ли вам это делать? Не боитесь ли вы этого делать? Потому что, честно говоря, это может быть, эээ, той самой, эээ, проблемой, которую вы ищете. Конечно, эээ, всех тонкостей, я не знаю всех тонкостей. И где-то могу ошибаться. И скорее всего ошибаться. Но пока картина для меня выглядит такой. Если мы сейчас не идем в ваше детство, а если мы сейчас не уходим далеко в ваше прошлое и так далее, эээ, испорченные отношения с, эээ, родными и молодым человеком, в частности, эээ, могут, эээ, вполне, ээээ, быть следствием того, что вам в целом не нравится что-то в отношениях. То есть, обычно вы терпите, ааа, ну, какое-то поведение людей, например, к себе. То, что вам не нравится, вы терпите. Ааа, в этот период вы, что называется, себя опускается. Да? Вот. Типа, ну, я не виноват, это вот, это организм такой. Эээ, важно понимать, что я не виню вас ни в коем случае. У меня нет цели вас обвинить и сказать, что вы это все придумали, это все не правда. Но, коль вы обращаетесь к психологам, то, эээ, нужно понимать, что оперируем мы немножко другими вещами, нежели чем врачи. Да? Вот. И отделять человека от его условных болезней, это не значит, что вы больны, это я просто обобщаю. Мы не практикуем, потому что считается, что многие болезни являются психосоматическими. Именно поэтому так важно убедиться в том, что ваша болезнь не психогена, ой, не эндогена. Потому что только в этом случае, если ваша болезнь не эндогена, психотерапия будет иметь эффект. Ну, реальный, по крайней мере, эффект. Да? Вот. Конечно, это не единственный фактор, необходимый для психотерапии. Ну, успешной психотерапии. Но, достаточно вал. Вот. Понимаете, да? Что я пытаюсь сказать вам. Дальше. Смотрите. Вы пишете про карьеру, про то, что топчетесь на место в своей собственной жизни и так далее. Да? Ну, возникает здесь вопрос. Предупреждаю сразу. Вопрос такой вот. Он, что называется, не очень удобный. А насколько вам вообще интересно то, что вы делаете? Как вы понимаете, что вам интересно то, что вы делаете? На какие вы привыкли обращать внимание сигналы, дабы понять, что вам интересно то, что вы делаете? Потому что то, что вы описываете, к сожалению, очень похоже на то, что вам не слишком интересно то, что вы делаете. Я ни в коем случае не призываю вас бросать то, чем вы занимаетесь. Но было бы неплохо, было бы весьма неплохо пересмотреть ваши к этому отношению. И постараться увидеть те моменты, которые мне нравятся вам. Чтобы несколько лучше в этом ориентироваться. Чтобы сюда, может быть, лучше, ну, понимать. Вот. чтобы, может быть, честнее быть с собой. С самой собой, я имею в виду. И уже исходя из этого корректировать свою модель поведения. Да? Да? Там еще право. Сейчас вы просто говорите, что вот у меня апатия и так далее. Ну, поймите правильно, что он просто так опять не возникал. Опять же, с точки зрения психологии. И просто так человек не бросает свои дела. Здесь это выглядит больше как то, что вы находите повод для того, чтобы свои дела бросить. Ну, это я поверю охотнее в то, что вы говорите. Не обижайтесь. Это не значит, что я вам не верю. Это значит, что, ну, как бы, на практике сейчас оказывается, что все не совсем так, как говорит клиент. Это не значит, что клиент врет. Не значит, что клиент хочет обманывать. Клиент шефтит. Клиент, правда, думает так, как говорит, но реальная картина, реальная картина может быть другой. Поэтому я призываю вас на это обратить внимание. Дальше. Вы говорите о том, что вам 30 лет. Я не могу не обратить здесь внимание на то, а имеет ли значение для вас возраст. Вполне возможно, что проблематика здесь связана с тем, что вы в 30 лет чувствуете, что не добились того, чего от себя ожидали. Вот. Это один из видов невроза. Не абстрактные неврозы, которые вы описываете, потому что абстрактных неврозов не бывает. А именно конкретный невроз того, что я не обраблял своих своих ожиданий, да? Что я вот уже, как бы, чувствую, что у меня много лет, я чувствую, что я не добился, ну, того, чего хотел, например, да? Вот. И, соответственно, из этого я попал. Поэтому крайне важно вам на это обратиться, обратить свое внимание. Если вы на самом деле хотите, ну, проблему решить свою, да? Вот. А еще мне показалось, что вы как-то вот, ну, смешиваете все в одно, в одно, что там и депрессия, и все, это вот не очень хорошая идея, потому что там, ну, депрессия это одно. Ну, все, все-таки невроз, что-то другое, раздражительность, что-то строительство, да? То есть, как бы, давайте все-таки в одно все начать не будем. Опять же, вот, как будто бы, получаете вы, вот, возможность, вот, выявить о себе, получается вы, как будто бы, возможность, ну, привлечь к себе внимание. Ну, я прошу правильно меня понять. Я не ошибаюсь, как делается что-то плохое. Я сейчас говорю исключительно о том, что исследовать проблемы нужно всесторонне и беспристрастно. Беспристрастно здесь означает не хорно, как могло показаться. А беспристрастно здесь означает не игнорируя ни одного обстоятельства. Таким образом, сначала нам требуется прояснить, с чем же мы все-таки имеем дело. Потому что, в зависимости от того, с каким психологическим феноменом мы столкнулись, в зависимости от этого подбирается, ну, так скажем, коррекция. Поэтому, то, что вы сейчас говорите, ну, вот, к сожалению, как вы можете видеть сами, да, вызывает больше вопросов, нежели, чем ответов. Опять же, это нормально, и, по-строгому, быть, возможно, и не должно. Но, тем не менее, хочется обратить на это ваше внимание, чтобы вы понимали, как обстоят. Вот, в конце концов, вы хотите, ну, обратные же связи, правильно? Вы хотите помощи? Это абсолютно нормально, и вы вообще молодец, что обращаетесь за ним. Но, не сложно увидеть, что вы несколько хитрите, вы на свой симптом. Ну, как бы, как бы, перекладываете ответственно за то, что вы делаете. И, к сожалению, может получиться такая не очень приятная история, как я уже говорил, что симптом вам для чего-то нужен. А если он вам нужен, вы будете за него цепляться. Вы будете за него цепляться, не желая с ним оставаться. Да, вроде бы мешает, да, вроде бы неприятно, но... Мое... Мое родное, понимаете? И, чтобы нам этого избежать, и необходимо проработать все аспекты, на которые я постарался обратить вашу внимание. Сейчас. Надеюсь, у меня это... Получилось. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!